Здоровья всем! Созрел я для обзора Tribes of Midgard. Правда, сегодня будет немного другой формат. Я постараюсь не просто дать общее видение игры, а сконцентрируюсь на деталях. И такой вариант будет скорее даже гайд. Ролик получится длинным и напичканным технической информацией. Не каждый такое выдержит, поэтому в описании для удобства будут добавлены таймкоды. Но сразу хочу снять с себя ответственность. Вся информация будет основана строго на моем опыте и может где-то быть неточной или неполной. Заранее извините и если увидите ошибку, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Итак, Tribes of Midgard. Сессионный ММО, предлагающий окунуться в мир скандинавской мифологии. Управлять нам предстоит Энхиреем, это герой, некогда павший в бою, а нынче призванный в Midgard с целью защитить семьи Эгдрасиля от сил тьмы. Игра имеет стилизованную изометрическую графику, а также динамичный геймплей, о котором давайте и поговорим подробнее. Основным режимом игры сейчас является сага о волке. И главной задачей в этом режиме будет убийство Фенрира. Однако просто пойти и убить его не получится. Зверь заключен в темнице, на острове за сломанным мостом, а вход в темницу запечатан. То есть между нами и нашей целью стоит три ключевых препятствия. Первое – это неизвестное местоположение темницы. Второе – печать, которую необходимо вскрыть. И третье – разрушенный мост на остров. Ну, если учесть, что в мире герой появляется с одной набедренной повязкой и первого уровня, другими словами – немощным, то это также становится препятствием, которое необходимо преодолеть. Звучит все это довольно просто – одеться, прокачаться, на фарме все необходимое и наказать волчка. Сто раз так делали. Но все кратно усложняет то, что мир, в который нас призывают, находится на грани уничтожения. Семя Игдрасиля постоянно подвергается нападениям. И если оно будет разрушено, за ним последует и весь мир. С каждым днем свет уступает тени, неумолимо наступает зима. И уже через две внутриигровых недели после начала игры начинается бесконечная ночь. А с ней – непрекращающаяся атака на семя. Другими словами, инхирею для победы придется действовать максимально эффективно. А помогут ему в этом местные NPC. Всего в деревне их пять. И еще несколько раскиданы по миру. Каждый из них по-своему полезен, так что давайте знакомиться. Ремесленница Эйрин. Специалист по изготовлению инструментов, сооружений, боеприпасов и обработке материалов. Ловчий Ольвер. Мастер зелий и ловушек. Бронник Баркхильда. Отвечает за изготовление щитов и брони. Кузнец Стейнер. Прирожденный оружейник. Остался еще один деревенский – Провидица Дагни. Эта женщина способна раз в две минуты создавать круг лечения. Чем сильно выручает порой. Ну и раз речь зашла о деревне, сразу упомяну о доске заданий. Где, как ни странно, берутся задания. И в золотом алтаре, пожертвовав на котором золотые рога, можно получить случайную руну. Всего рун можно получить 5 за игру, и каждая следующая будет стоить на один рог дороже. До рун я еще обязательно доберусь и расскажу о них подробнее, а пока продолжу про NPC. Помимо деревни, по миру раскиданы еще три типа неигровых персонажей. Квестовые ребята играют только посредников при выполнении заданий с доски объявлений. Скупщики возьмут все и заплатят чистейшими душами. И торговцы, расположенные по одному в каждом биоме, которые помогут с выполнением некоторых заданий, продадут за души ресурсы и предметы для снятия печати. Давайте посмотрим их ассортимент. На этом с NPC вроде все. Итак, появляемся мы нагишом и с пустыми руками. Если конечно не имеем стартового набора. Часть наборов мне пока недоступна, но давайте посмотрим на то, что есть в данный момент. Набор добытчика. Включает в себя руну с определенным шансом удваивающее количество дропа и инструменты первого уровня. Набор селянина, состоящий из комплекта самой слабой брони и оружия первого уровня. Набор тепла. Здесь зелье защиты от огня и руна, увеличивающая скорость передвижения, когда персонажу жарко. Набор холода. С зельем защиты от холода и руной, включающей слабую регенерацию здоровья, когда персонажу холодно. Набор дикаря. Хорошая вещь. Включает в себя руну, увеличивающую урон за каждый отсутствующий элемент брони и молот первого уровня. Дальше набор лучника. Здесь дают самый слабенький лук, 100 улучшенных стрел и руну, увеличивающую урон особыми стрелами. Под особыми подразумеваются все стрелы, кроме бесконечных базовых. Набор маны. Включает в себя зелье маны и руну, увеличивающую урон при полной шкале маны. Набор исследователя. Включает в себя руну, увеличивающую скорость бега ночью, а также карты сокровищ. Набор ремонта. Включает в себя зелье ремонта, а также руну, удешевляющую стоимость ремонта оружия и брони. Все хорошо, но наверняка возникает вопрос, где эти наборы брать? И ответ очень прост. Наборы получаются из двух источников. Это награды за уровни сезона и награды за испытания. Уровни набираются за опыт, получаемый в конце игры, независимо от победы или поражения, а награды за испытания можно получить, выполняя определенные условия. Давайте вернемся к нашему герою, который появился на гишом и уже со стартовым набором добытчика. Это один из двух наборов, которые я предпочитаю. Второй, как вы могли догадаться, это набор дикаря. Итак, что делать? Конечно, первой необходимостью для нас будет оружие. Всего в игре четыре типа оружия. Это мечи, топоры, двуручные молоты и луки. У каждого свои сильные и слабые стороны. Мечи хороши для уничтожения групп врагов. Топоры, якобы сильные при атаке в одну цель. Молотые имеют низкую скорость атаки, от чего страдает ДПС. Однако они быстрее другого оружия набирают ману, что позволяет чаще использовать навыки. Остались луки. Луки они и есть луки. Урон у них без особых стрел никакой. Да и удобство использования, особенно в начале игры, оставляет желать лучшего. В общем, на любителя. Поначалу, часть оружия будет недоступна. Открывать его придется, добывая чертежи. Получить их можно в качестве наград за уровни сезона и достижения. А также, часть из них приобретается во внутриигровом магазине. Это же ограничение касается брони и инструментов. Отличается оружие вшитыми в них активными способностями, а лучшие образцы имеют элементальный урон. Но одно из самых важных для геймплея отличий – это необходимые для крафта ресурсы. Давайте в этом разбираться подробнее. Заговорив о ресурсах, я затронул глобальную тему. И подать ее последовательно, без путаницы, будет очень сложно. Поэтому давайте на время отвлечемся от оружия и я постараюсь дать базу знаний. Максимально просто и наглядно. Начнем с биомов. Всего в игре 5 биомов. Назовем их условно лес, болото, снег, пустыня и пляж. Каждый биом имеет привязку к стихии, свой набор противников, а также добываемых ресурсов. Давайте по списку. Сразу выделю тот факт, что лут с мобов завязан на сложность зоны и из самых слабых противников получить все виды ресурсов не выйдет. Начнем. Биом лес. Население. Кабаны. Дроп. Шкура. Красное мясо. Кабанья щетина. Свиньи. Дроп. Шкура. Красное мясо. Эльфы декольфар. Дроп. Кожа. Шипы декольфар. Ведьма декольфар. Дроп. Древнее ядро. Сфера декольфар. Собираемые ресурсы. Тут определимся, что со всех деревьев добываются ветки, дерево и птичьи перья. Возможно в этом плане есть разделение на лиственный и хвойный лес, но в целом это не важно. Так что дальше буду давать данные только по уникальным ресурсам. Рябина. Добыча. Ягоды рябины. При сборе ночью добываются капли с вечерней рябины. Два вида ели. Добываются еловые ветви и сосновая шишка. Не спрашивайте меня как это. Клен. Добыча кленовый сок. Калужница. Нектар калужницы. Белокопытник. Корни и цветы белокопытника. Пучок травы. Трава. Биом болота. Население. Гоблин. Дроп. Маленькие кости и кожа. Ленорм. Дроп. Шип ленорма. Змеи. Дроп. Кожа рептилии. Не знаю как правильно, но назовем следующей тварь великан с дубиной. Дроп. Большие кости. Собираемые ресурсы. Бурешляпник. Добыча. Грибное масло. А при сборе ночью. Разряды грибной луны. Белина. Добыча. Экстракт белины. Тис. При сборе ночью. Эссенция полуночного тиса. Залежи серебра. Серебро. Биом снег. Население. Снежные эльфы. Дроп. Замерзшие талисманы. Собираемые ресурсы. Замерзшая ель. Добыча. Замерзший еловый сироп. Замерзшая сосна. Добыча. Замерзшая сосновая кора. Береза. Дает березовый сок. Дерево амелы. Добыча амела. С залежей сапфиров добываются сапфиры. Биом пустыня. Население. Огненные бренальфар. Дроп. Янтарь бренальфар. Кожа. Промасленная кожа. Также тут водятся белые гоблины. Но с них лут как с обычных. Собрать в пустыне можно гранат, обсидиан, лозу, а с коровика добыча специи из коровика. В пустыне также имеют особые зоны. Подземелья. Всего их две. Один подземный проход и убежище. В них можно добыть золото. Биом пляж. С обычных местных эльфов можно получить пряжу. Моток пряжи и неутопший талисман. Со здоровяков неутопший амулет. А с крабов их панцири. Собираемые ресурсы. Водоросли. При сборе ночи звездные водоросли. Аквамарин. Аметист. Теперь давайте поговорим о ресурсах и существах, не привязанных к биомам. Волки. Дробь, мех, зубы волка. Оборотни. Дробь, мех, клык, оборотня. Олени. Дробь, шкура, красное мясо. Из ресурсов железо, камень, ветки и кремень. Остались еще два вида существ, также не привязанных к биомам. Это йотуны. Элементальные великаны. И порождение Хеля. Йотунов всего 4. Огненный халаги. Дробь, кусок рога халаги. Ледяной гейрёда. Дробь, кусок челюсти гейрёда. Воздушная ярносакса. Дробь, осколок заколки ярносаксы. Темная ангрбода. Дробь, локон волос ангрбоды. Ну и последнее будут порождение Хеля. С самых слабых из них можно получить ногти. С тех, что посильнее кольца. А с самых сильных, что приходят только с кровавой луной, можно получить короны. На этом почти все. Остается особый ресурс – золотые рога. Получить их можно с небольшим шансом, выбив с врагов. В качестве награды за повышение уровня сезона, а также по одной штучке за каждого убитого Йотуна, если покинуть мир через Биврёст. Еще некоторое количество дается за успешное завершение саги. Вот. Теперь вы знаете, как и где добыть все ресурсы, необходимые для крафта. Или нет? Как же тесанный камень, доски, кованое железо? Ответ прост. Все эти ресурсы крафтятся у ремесленницы Эйрин. Также их можно получить, если восстановить постройки вокруг деревни или сломать вражеские баррикады. Ну и чтобы закрыть тему биомов, сразу расскажу про привязку к элементам. Взаимодействие элементов, разделение локаций на зоны с различной силой противников и добавлю пару слов про лагеря. Всего элементов 4. Огонь, холод, молния и тьма. Привязка биомов к элементам выглядит так. Лес, тьма, болото, молния, пустыня, огонь, снег, холод, пляж, тьма. Почему это важно учитывать? Потому что практически все существа будут иметь слабость к противоположному элементальному урону и соответственно сопротивляемость к элементу биома. Противостояние элементов выглядит так. Огонь против холода, тьма против молнии. Учитывая эти данные, можно выбирать наиболее подходящее оружие для сражений в том или ином биоме. Также это работает против йотунов и порождений Хеля. Кстати, если посмотреть на эту карту и вспомнить, что порождение Хеля приспешники тьмы, то можно сделать вывод. На данный момент самым востребованным оружием является оружие с элементом молнии. Про уровни сложности. Все локации в игре разбиты на зоны сложности. В локации какой сложности вы находитесь и каким уровнем силы обладаете на данный момент, можно посмотрев на этот индикатор. Границу таких зон проходит по границам биомов, а также по границам высот. Будьте внимательны. Пару слов про лагеря. По всей карте мира расположены вражеские лагеря. Всего лагеря делятся по размеру на три типа. Маленький, средний и большой. В каждом из них есть охрана и сундук с сокровищами. А в большом их даже два. Но в охране тут есть мини-босс, который может оказаться довольно опасным противником. Награда в сундуке соответствует уровне сложности зоны, в которой расположен лагерь. Открыв такой сундук можно получить большое количество душ и массу полезных предметов. Таких как зелье здоровья, ловушки, постройки, боеприпасы, ночной ресурс данного биома и это не весь список. Про лагеря добавить вроде больше нечего. Впихну сюда еще информацию о сокровищах. Иногда на карте будут встречаться сокровища, которые располагаются на возвышении. Чтобы добраться до них, нужно будет построить подъем. Сделать это не сложно, если у вас в наличии есть соответствующие сооружения. Их, как и сказал ранее, можно получить из сундуков или скрафтить у Эйрин. Прихватив полученный багаж знаний, вернемся к нашему инхирею. И его задача вооружиться. Но какое оружие выбрать? На этот вопрос будет проще ответить, если определиться с классом героя. Всего классов 8. В начале доступны только 2, Следопыт и Воин. Чтобы открыть другие, придется выполнять особые условия. Посмотреть которые можно в главном меню игры, во вкладке Прогресс, Испытания, Испытания классов. У меня они все открыты и давайте я поверхностно пробегусь по ним. Роли классов изначально определены разработчиком, на что намекают цветные фоны. И если я правильно понял, то фиолетовые это герои дальнего боя, красные контактники с упором в урон, синие контактники с упором в защиту и желтые герои, герои поддержки. Но не все так просто, давайте разбираться. Следопыт. Это чистый воды стрелок. Большая скорость передвижения, обзор и масса умений связанных со стрельбой из лука. Предпочитает вооружаться мечом и луком. Охотник. Это отличный добычек ресурсов, разведчик и мастер выживания. Из оружия выбирает луки и топоры. Воин. Один из самых гибких классов. Имеет умение и на урон, и на защиту. Обладает пассивными навыками на топоры и мечи. Берсерк. Имеет много урона при соблюдении некоторых условий. Предпочитает в бою молоты или топоры. Защитник. Это чистый танк. Специализируется на защите и блоке щитом. А также умеет агрить врагов. Вооружается топором или мечом. Хранитель. Это местный капитан Америка. Может метать щит во врагов, а также имеет ауру, повышающую защиту союзников. Из оружия тоже предпочитает меч или топор. Провидец. Это мой любимчик. Универсален в выборе оружия. Имеет много урона. За счет пассивных умений на скорость атаки и снижение защиты врагов. Не имеет навыков защиты, однако компенсирует это навыком лечения. А еще он самый свободный класс в игре, благодаря пассивному умению, избавляющему его от температурного воздействия. И последний класс. Страж. Экономичный и мобильный. За счет навыков, меняющих правила работы камня телепорта. Однако мало приспособлен для боя. Не имеет навыков защиты, а на урон имеет общий минимум. Как и Провидец, универсален в выборе оружия. Ну что, уже определились с классом? Тогда отвечаем на вопрос, какое оружие выбрать нашему герою. Я в первой части говорил про разницу оружия. И настало время упомянуть еще одну немаловажную разницу. Это разделение на максимальный элементальный урон. Самый большой урон холодом достал с топору. Физический урон, урон молнии и тьмой мечу. Огнем молотом. Лук также получил большой урон тьмой. Это, топовое по урону оружие, всегда должно быть целью игрока. И к нему он должен выстраивать путь из промежуточных решений. Тут я скажу, как поступаю сам. И начну с того, что оружие нужно иметь как минимум два. Чтобы не нарваться на сопротивляемость у какого-нибудь условного высокоуровневого йотуна. И первым оружием с элементом, я всем классом рекомендую топор Норн, имеющий урон молнии. Этот малыш очень просто крафтится и имеет 120 урона. К которым прилагается оптимальный набор навыков. Тут и лечение, и атака на расстояние. И паралич, который накладывается с шансом на противников. Поверьте, он неоднократно вас выручит. Для его создания необходимо следовать плану из следующих пунктов. А. Найти биом болота. Б. Найти и убить два трили норма. С. Разграбить пару лагерей гоблинов с целью заполучить ресурс заряда грибной луны. Сложность этой задачи напрямую зависит от рандома. Но чаще всего со знанием дела такой топор уже на второй день занимает свое место в инвентаре. А с ним, если что, можно до смерти избить самого Фенрира. Ну, конечно же, это не предел мечтаний. А значит, дальше нацеливаемся на то оружие, которое вы посчитаете лучшим. Смотрите, какие ресурсы понадобятся. Делается это у кузнеца или в соответствующем пункте меню. Дальше составляйте план по их добыче. Все источники ресурсов я уже описывал выше. Кстати, в меню рецептов при игре соло можно поставить паузу, что позволит не спеша разобраться в вопросе. Про оружие поговорили. Логично будет рассказать и про броню. В этом вопросе я не силен, так как предпочитаю бегать вообще без брони. Но для большинства классов броня является необходимостью. А значит, стороной эту тему никак не обойти. Крафт брони аналогичен крафту оружия, так что с этим разберетесь сами. Давайте лучше посмотрим, какие у нее есть параметры и на что следует обращать внимание при выборе. Основным параметром, конечно же является физическая защита. Вторым по важности идет сопротивление различным температурам. Не разогнав его, не получится нормально исследовать биомы снег и пустыню. Впрочем, с приходом зимы это коснется и других биомов. Дело в том, что в них уже через несколько секунд без соответствующей защиты персонаж начнет получать постепенный урон. От огня или холода, соответственно. Также броня обладает и сопротивлением к элементам. Но я считаю данный параметр маловажным. Напомню, я вообще в саге бегаю без брони. Конечно, в идеальном мире на исследование каждого биома можно иметь разные наиболее подходящие наборы доспехов. Но, как говорится, где мы, а где идеальный мир. Вроде разобрались, где брать инструменты, оружие и броню. Остались руны. Руны – это магические предметы, дающие персонажу доступ к вложенному в них пассивному навыку. Рун в игре на данный момент 30, но действительно интересных, к сожалению, мало. На старте количество доступных рун ограничено. Доступ к ним открывается при получении чертежей. Как и другие чертежи, их дают в качестве наград за уровни сезона и достижения, а часть из них нужно приобретать в магазине за внутриигровую валюту. Другой в игре пока нету, что не может не радовать. Всего персонажи могут использовать одновременно 5 рун. Исключением является класс Страж. Он, выучив соответствующее умение, сможет использовать 6. Частый и очень важный вопрос, возникающий у игрока – складывается ли эффект одинаковых рун? Несмотря на распространенное мнение, эффекты рун складываются. Правда, не знаю, всех или только некоторых. Следующим распространенным вопросом является, зачем нужна руна с золотое яйцо. И на данный момент другого применения у нее, кроме как продать торговцам, нет. Ну или о нем никто не знает. Добываются руны из врагов и сундуков сокровищ. Также про алтарь не забываем. Не стоит беречь золотые рога, они довольно быстро накапливаются. Шанс выпадения рун напрямую зависит от силы противника или редкости сокровища. Разобрались с рунами, перс вооружен, одет, имеет руны и готов к бою. Самые жаркие бои будут случаться при обороне деревни. Оборона – тоже одна из глобальных тем, которые затрагивает массу механик. У меня голова кругом, но постараюсь все объяснить. Думаю, стоит начать с того, что атаковать деревню будут два вида существ. Порождение хеля, которые будут нападать почти каждую ночь, и йотуны – великаны, что будут приходить в мир с определенной периодичностью. Начнем с порождений хеля. Механики дня, ночи и красной луны. Порождение хеля – существа с атрибутом тьмы, атакуют по ночам семья Игдрасиля, находящиеся в центре деревни. На этом можно было бы закончить, однако в этот простой порядок вмешивается механика красной луны, которая восходит раз в четыре дня. Когда эта засранка показывается на небе, создания хеля сходят с ума, и следующей ночью атакуют с удвоенной силой. В рядах тварей появляются крайне опасные образчики, такие как ходячие бомбы или здоровенные ребята со страшными атаками по площади и просто невероятным уроном по семени, если их к нему подпустить. В эту ночь, если не принять участие в обороне, семья Игдрасиля ничего не спасет. Естественно, игра оповещает о восходе луны звуковым оповещением и большой надписью. Но даже так пропустить это событие довольно легко. Так что проявляйте бдительность и при каждом закате убеждайтесь, а не та ли самая сегодня ночь. Что касается ночи и дня. В режиме саги, с каждым пережитым днем, светлое время суток сокращается, уступая место ночи. Это происходит до тех пор, пока ночь полностью не вытесняет день. С вечной ночью приходит и вечная осада деревни, которая сильно сковывает свободу действия игрока и практически лишает его возможности продолжать миссию. Поражение неизбежно наступит и мир будет уничтожен, если не справиться с главной задачей саги за две недели. Потому что потом деревня без вашего участия не проживет и пяти минут. И даже с вами дефицит душ все равно рано или поздно сделает свое дело. Впрочем, оборонять деревню будет сложно уже после восьмого дня. С этой задачей могут помочь защитные постройки и NPC. Ворота могут сдержать натиск. Вышки лучников помогут наносить урон. А NPC максимального пятого уровня хорошо выполняют роль защитников. Будучи довольно живучими, они отвлекают на себя мобов и наносят им ощутимый урон. Есть во всем этом и тонкости, которые стоит учитывать при организации обороны. К примеру, семя Игдрасиля, даже не получая урона, постоянно теряет души. При этом семя создает внутри деревни ауру, которая восстанавливает здоровье союзным персонажам и, внимание, постройкам. То есть ворота, получившие урон, будут потихоньку чиниться. А сила восстановления напрямую зависит от количества душ в семени. Всего оно может держать в себе 10 тысяч. Башни лучников и ворота можно улучшать до третьего уровня. Для этого понадобится колоссальное количество не только душ, но и стройматериалов. Получить столько ресурсов сбором практически нереально. Для этого потребуется как можно раньше восстановить рудник или сопилку. Это строение вокруг деревни. Они будут каждые 10 минут поставлять в хранилище деревни стройматериалы, чем избавит вас от необходимости собирать их вручную. Следующая тонкость – это возможность снабжать вышки лучников особыми боеприпасами. Значительно увеличивая их урон. Не знаю, как у классов стрелков, но у контактников стрелы копятся. И если вдруг все плохо, то определенно стоит раздать их на вышки. Таким образом, мы определили параметры максимально защищенной деревни. Максимальный уровень строений и NPC, особые боеприпасы на вышках и максимальное количество душ в семени. Такая деревня до определенного времени в обычной ночи выстоит и без участия игрока. Однако, стоит ли тратить время на постройку обороны или уделить его решению основной задачи – решать вам. Я обычно не заморачиваюсь. Особенно теперь, когда закрываю сагу еще до наступления ночи восьмого дня. Но не только время и порождение Хеля грозят деревни. Как я и говорил, раз в несколько минут в мир будут приходить йотуны. Десантируется такой гигант на краю карты и начинает медленно двигаться в сторону деревни по одной из дорог. О появлении йотуна игра также оповещает громко и ясно. Но и в любой момент можно узнать, идет йотуна или нет, посмотрев на мини-карту. Если увидели красный индикатор, указывающий направление, значит готовьтесь к встрече. А лучше идите и сами встречайте. Великаны обладают внушительным запасом здоровья и каждый следующий имеет уровень на один выше прежнего, что в режиме саги выражается во внушительном приросте боевых характеристик. И если такого подпустить к деревне, то ой и все заново. И тут мы неожиданно возвращаемся к нашему герою с его начальным набором и будем разбирать последовательность действий, необходимых для прохождения саги. Вспоминаем, что где-то есть разрушенный мост, где-то есть пустынное плато с убежищем и на острове за мостом есть запечатанная темница Фенрира. Другими словами, первоочередной задачей наравне с одеванием идет разведка и решать их придется параллельно. Про одевание мы уже все знаем, а вот разведку стоит осуществлять по уму, потому что плутать, теряя драгоценное время, это очень плохая затея. Первое, о чем стоит помнить при разведке, это то, что дороги, уходящие от деревни, неспроста. Именно в конце одной из них будет разрушенный мост, а рядом с другой вход на плато с убежищем, из которого нам кровь из носу нужно достать квестовые предметы, без которых добраться до Фенрира не получится. Само убежище представляет из себя данж, состоящий из трех уровней, населенный сильными врагами, напичканный бомбами и сундуками с сокровищами. На первых двух этажах необходимо найти рычаг, открывающий спуск. Сложность может представлять отсутствие карты, но уровни не сильно путаны, так что заблудиться вряд ли получится. На третьем этаже всегда будет зал с элитными противниками и сундук с сокровищем убежища. Открыть его получится только если одолеть всю охрану. Думаю, очевидно, что как минимум без годного оружия соваться сюда не стоит. Вернемся к разведке. Мост и убежище хорошо, но первое, что необходимо найти, это биом болота. Он всегда будет рядом с деревней в направлении одной из дорог. Если чувствуете, что долго идете, а болота нет, то есть смысл сменить направление. Найдя, фармим ресурсы и вооружаемся. Я напомню, что топорик на молнию просто огонь. Следующее, что необходимо делать, это фармить души, зачищая все лагеря, встреченные, во время разведки, конечно. А также фармить стройматериалы на восстановление рудника. Без него починить мост будет сложно. На восстановление рудника уйдет 600 душ, 12 досок, 9 тесаных камней и 6 слитков кованого железа. Это стоит держать в уме. Восстановив рудник, забиваем на сбор стройматериалов от слова совсем. Вообще, из соображения оптимизации процесса, в принципе, не отвлекаемся на сбор ненужных ресурсов. Это очень сильно экономит время. Если все хорошо и вы зачистили несколько лагерей не умирая, то героя должно просто распирать от лишних душ. Копить их смысла нет, по крайней мере, если у вас нет руны усиления душами. Поэтому смело вкачиваем их в NPC, повышая их уровень. Они вам, в свою очередь, за это отвалят впечатляющее количество опыта. Прокачка NPC, это как убивать трех зайцев одним выстрелом. Тут и усиление обороны, и доступ к новым предметам, и кач. Определились. Душ ильем в NPC, рудник заработал. У нас в руках годное оружие, следующая цель – поиск и разграбление убежища. В этом промежутке уже начнут случаться временные события. Всего их три. Пленник, олень и петухи. Когда события активируются, его местоположение появляется на карте, а также происходит оповещение. При игре соло нам необходимо завершить хотя бы одно из таких событий. Для этого ничего сложного делать не придется. Нужно в отрисованной области найти либо клетку с пленником и освободить его, перебив охрану, либо найти петуха, которого необходимо догнать и поймать, нажав кнопку действия, либо найти оленя и воздать ему почести, чтобы это не значило. За все эти действия нам дадут один из четырех видов необходимых предметов для снятия печати. Сложно как-то загнул, ну да ладно. Важно помнить, что за пленника и оленя предметов дадут достаточно, а вот петухов нужно поймать два. Как бы не соврать. Итак, знаем про предметы из убежища и предметы с событий. Остались предметы с йотунов из-за выполнения задания с доски объявлений. С йотунами все ясно, находим, избиваем, забираем лут, уходим. С заданиями чуть сложнее и я рекомендую не спешить с их выполнением. Дело в том, что задания хоть и берутся у доски, но места их выполнения раскиданы по всей карте. Поэтому браться за них стоит, когда мир уже разведан. Это упростит задачу. Также стоит обращать внимание на название квестов. Если вам какое-то задание показалось халявным, запомните его, в следующий раз оно может снова попасться. Ну вот, пока суть до дела. Рудник накопал необходимое для восстановления моста количество ресурсов. С нас стало быть сам мост, две с половиной тысячи душ и древние ядра. Этих, как правило, всегда хватает. Чиним мост и ищем темницу. Активируем рядом с ней портал, это важно. И используя ранее добытые предметы, открываем проход, за которым нас и будет ждать главный босс. Фенрир не особо страшный, если знать, как себя вести. Опять же, не зная, как там луки, но милишникам всегда стоит держаться под животом зверя, возле его задней лапы. Это самое безопасное место. Покидать его стоит, только если волк завыл. Сразу после этого под ним отрисуется круг, внутри которого будет наноситься урон. Круг с каждым тиком толкает игрока наружу. Важно среагировать и не попасть в ловушку, уперевшись в ногу или хвост. Также из опасных атак есть камнепад. Тут тоже важно вовремя увидеть, куда падают камни, чтобы избежать этих зон. Но даже если случилось так, что вы пали, ничего страшного. При следующем заходе вы начнете с того, на чем закончили. Потому что здоровье Фенрира не восстанавливается. А это значит, если у вас есть время, то у него нет шансов. После победы используем Биврёст для возврата в Вальхаллоу и получаем заслуженную награду. Конец. Конец саги, но не конец обзора. Ведь остался еще целый режим, который я не затрагивал. Этот режим отличается от саги тем, что нет какой-либо задачи, кроме защиты семени. Нет Фенрира, нет Вечной Зимы. Время дня и ночи по-прежнему меняется, но уже циклично. В этом режиме не нужно никуда спешить и можно разгуляться по полной. Максимально укрепить оборону, исследовать мир и, конечно, создать инхирея своей мечты, одев его в лучшие доспехи и вооружив самым сильным оружием. Бесцельное существование, скажет кто-то. Однако это не совсем так. Во-первых, в этом режиме легче всего зарабатывать опыт сезона. А испытания на сотый день выживания – самый серьезный вызов во всей игре. Для тех, кто решится выполнить это испытание, дам пару советов. Во-первых, выбирайте самый большой мир. Во-вторых, не спешите убивать йотунов. Чем быстрее вы их убьете, тем быстрее появятся другие, уже более сильные особи. Новый йотун приходит в мир через 12 минут после смерти предыдущего. Соответственно, чем дольше живет гигант, тем дольше не появится его собрат. В идеале, стоит их убивать непосредственно на подходе к деревне. Это опасно, поэтому следует придерживаться следующей тактики. Ловим йотуна в поле, сносим ему почти все здоровье. Регенерации у них нету. После чего, с распростертыми объятиями, ждем красавца у деревни. И, конечно, пофармить на предмет рун придется изрядно. Без хорошего урона тут не обойтись. Отдельное внимание стоит уделять таким рунам, как усиление душами и полный заряд. Мир для выживания можно настраивать при его создании. Есть возможность изменить его размер и сложность различных элементов геймплея. Каждый пункт будет влиять на множитель получаемого опыта сезона. Игру можно сделать закрытой, а можно сделать проходным двором. Заходите, гости дорогие. Мир замирает, если в нем нет игроков, и оживает, если есть хотя бы один. А это значит, что гости обязательно сольют его, пока вы спите. Так что, если ваша цель – сотый день, то дважды подумайте, прежде чем создавать открытый мир. В других случаях, поиграть в кооперативе будет неплохой идеей. Игра с друзьями или рандомными помощниками отличается от игры соло очень сильно. Нет, правила все те же. Однако количество душ, опыта и ресурсов на одного человека сильно снижается. А это, в свою очередь, создает определенные сложности с фармом. Сила врагов, особенно йотунов, кратно возрастает. А у вас в команде, чаще всего, 9 рандомных единоличников, каждый из которых долго пытается нафармить себе наш мод самостоятельно. А так как этот гайд они не смотрели, то тычутся, как котята слепые, не зная, что делать. Вот и превращается такая катка в настоящее испытание. Но все равно весело. Думаю, пора заканчивать и делать выводы. Тут можно было бы налить воды, но я этого делать не стану. Tribes of Midgard это просто 100 часов интересного геймплея. Примерно столько понадобится для получения всех достижений и максимального уровня сезона. С учетом цены, это отличное предложение. Я, конечно же, не стану рекомендовать игру всем. Но если вам нравятся сессионные игры, то ни в коем случае не проходите мимо. Я поставил игре заслуженные 8 баллов. И на этом у меня все. Надеюсь, было интересно. Всем спасибо за просмотр. Если напишите комментарий, будет круто, а подписка на канал меня просто осчастливит. Также буду всем рад на вечерних стримах. Все. Всем удачи и играйте только в хорошие игры. Субтитры сделал DimaTorzok